Улица Лутугина. Постоянно под обстрелами. Постоянно здесь идут ожесточенные обстрелы мирного населения. Мы приехали к Вере Ивановне. Здравствуйте, Вера Ивановна. Приехали, привезли, благодаря вам, дорогие друзья, немножко продуктов ей. Скажите, пожалуйста, как здесь у вас обстановка? Я стреляю, так стреляю. То есть ничего не изменилось? Ничего не изменилось. Где нет, там страшно. Я ляжу, лягу, века нет у меня. У меня стекла нет, все. Вот это все. Иди туда и там. Телефани. Да, то есть это от взрывов, да? Вот это был, как волна, все веки повисаживали. А пули летают тут? Конечно, вы думаете, что они летают? Да. И вам так приходится жить? Вот это так и живут. Я считаю, что там еще 14 лет. 14 лет, как началось, и вот это я ни где не ходила, ни где дома сидела. Вот бля святых твоих молилась, чтобы хоть не идти, чтобы не вбили меня. А сколько вам лет? Мне 81 год. И на старость лет, получается, вас постоянно обстреливают, да? Постоянно обстреливают, постоянно. Не маю то, який день так, аж чудно. Не стреляют. Не стреляют. Сейчас тогда в вечере, в утром, в рано, тогда в середине, тогда в ночь. Ну, хиба ж мы сюда, то же мы подскакуем, хиба ж мы живем. На таблетках живу. На таблетке, на таблетке, на пилосатмону. Это что, можно жить? Огромное спасибо вам, друзья, за вашу помощь, а мы надеемся все-таки, что настанет мир и старики будут жить спокойно. Я согласна, чтобы мир уже так надоело, так уже хочется пожить, чтобы действительно, куда старости, как бы мне нести, чтобы обстрелили, чтобы на той свете, на тихих утях. Нема, нема, нема спасения, ничего, что же было сделать.